господи иисусе христе сыне божий помилуй меня греша номер 184 события дня эпигра бытие 3.19 в поте лица твоего будешь есть хлеб 13 6 2016 все знают это почти все как это выглядит вот бытие доколе не возвратишься в землю с которой ты взят ибо прах ты впрах возвратишься если так все разбирать подробно ничего и толковать не надо в поте лица будешь есть хлеб не работать спотеть сегодня он спотеет когда сидит на одном месте такая должность его как он сидит играет на компьютере или ходит там и менеджеры разные слова брокеры как-то это не привелось везде есть хлеб даже на хлеб капать под будет и причиной доколе это будет доколе не возвратишься в землю никогда начальником станешь она тебе не надо как раб на галерах даже президент должно работать и работать переживать и сна у тебя не будет и что почему из которой ты взят из земли который ты прокат и прах и возватишься прах вот скажи любому сейчас да ты прах что ты тут все обида ужасно вот бывает разговаривать между собой там заключенные ну и друг друга они матерят и все а потом это тот остановился саду ты что меня ты называешь подлода ты все пошло то что материл его что он его ругал ничего но на ты назвал вот это директор 68 школы торшин виктор яковлевич при мне беседует с одной ученицей наверно уже она класса в 7 мучается и вот они говорят так себя ведут ну что она сидит голову опустила ну директор заслуженный учитель российской федерации там член академии в энциклопедию попал ну хороший человек и он во время разговора и говорит ну хорошо твоя мать там все узнает что ты здесь вытворяешь как она взыграла как они видят что и посторонний человек сидит да ты на директор да ты мать мою трогаешь да как ты смешно не забуду мать родную она уже наколота у ней на языке не забуду мать родной а мать убивается тебе последний грошек тащит на передачку и это тоже но явно дело что она уже б законченная и вот все ладно и что она таскается и дома не ночует и что она уже абортница он уже все узнал и но только мать не трожь мою она матери заботиться она честь для матери делает это ну вот так и здесь что спрашивается вчера вот мы работали это я за день даю много тут не напишешь отключился сейчас это интернет все это высчитывается и как не пойму не пойму за что я ничего не брал еще никогда не перекачиваю себе по скайпу я разговариваю два стихотворения по две минуты 10 секунд закачал гигабайта нету а на день кажется гигабайт положено или два ну и все я боюсь что осталось ни с чем вот мне а так того говорю что вчера работали мы на трассу выше но видео мы снимаем теперь они будут отосланы в другой город там и там и сделает и замки буду я снимать то есть порядка до через два дня у меня появятся ролики но события дня они будут запозданием на 7 10 дней минимум вот так будут идти но все-таки будут будете знать если кто интересуется вот трассу мы делали прошлом году из деревни что мы такие привезли когда уже нигде не работа закончились и пони по снегу привезли смёрзшиеся глыбы то есть он где-то у них был они видно я не верю что именно было 18 надо камазов привезли там делает 13 или 15 что это такое на вот и больше ну договорились рабочими скажи что тут мы больше на машину не нагрузишь она 10 тонны или сколько там видно прям совсем не столько-то а потом развалить не можем бульдозера только достали на колесном он раздавить не может и так какие глыбы таскали таскали по сторонам и некоторых местах там ничего нету растаскал бульдозер из этот грейдер приехал женя долгов давал хорошие все но они ничего не могут сделать сейчас от мы выравниваем как бы щебенку которую разбросали щебень этот на трассу выносим и и самые маленькие работает камушки могут бросать и работать не хотят дети некоторые совсем но но чтобы сказать кто-то рался именно к работе так этому примечать надо что сказал бери камушки камушки такие вот таких камушков штук пять может взять в ладони ребенок ну какие какая то веста грамма буквально и вот так кидая их нет обязательно будет в одну руку накладывать бери два вот так вот два в руки и вот так одновременно бросает на бросать на расстоянии метра ну на на метр на что бросить это на перстах чуть больше на спичечный коробок нету без спиной развернется другую сторону и один камушек перекладывать в руку другой то есть не работник только развернуться поэтому они не договаривались так делать дети но все делать одинаково одинаково и притом не со зла почему это заложено как в чашке есть от склониться на чашкой и это мне надо учить животное есть так и в ресторане посмотрите посмотри как у вас дома прямо не будет сидеть на чашкой склоняется скотина говорит василий великий а человек подносит пищу к себе ложкой поднес на кусочек поставь ну как раньше ели так и здесь в нем уже заложено это он прах нет он будет долго жить вот но и все таки мы все почти половина маленько подправили трассу сегодня дальше будем опять поэтому сказал эпиграфом таким в поте лица будешь есть хлеб у нас снятые ролики ролика три будет вы увидите это все вот вчера я пишу мне скинули и вижу там около 15 сообщений сразу по скайпу а ни одного нет удаленно 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 я пишу что-то случилось около 15 сообщений тут от вас и не видно ни одного а вы скачал сообщение удаленно на каждом ролике что это мне отвечает а это я удалила просто передумала просто тут события но как бы произошло письмо мне передали с того шкафа вокзального для меня с одной истории сначала написала вам об этом а потом подумала что как-то уж очень получается не скромно что ли я пишу и нет восстанови пришли она пишет могу сканировать или сфотографировать и на диск скинуть суть в том что пишет баптист его отец отвергал евангелие долгие годы и ругался на детей которые хотели его примирить с богом вот у православных так не скажет это человек значит знакомые сектантами обязательно примирить с богом этого нету вызвать батюшку причастить понимаете язык-то евангельский там где евангелие считают вот обязательно если отец не верил бога был безбожник и не хотел а мы батюшку при призвали но правда отец не разговаривал глухую исповедь ему рот раскрыли отцу и причастие в рот положили все все с причастием пошел куда в ад в ад пошел верующий сына божий иметь жизнь вечную они верующие не увидят жизни но гнев божий пребывает на нем никакие папы не причастия не поможет а все это только в осуждение будет вот хоронят верующий был ну какой верующий ну так вот это вот начинает там крутить и вилять но верующий или не верующий был православные не могут ответить а примирить с богом они вообще этого не знают а речь идет именно об этом только вот одна фраза уже показывает где евангелие звучит этот человек знает евангелие он знает главное примирение с богом здесь нет причастие причастие к батюшке причастие за причастились забывая что недостойно причащается в суд и осуждение себе многие больны немало умирает он от причастие умирает может быть это написано а о том что перед смертью причастить причастить нигде этого нет это все выдумка поповская не там без причастие умернул возможности была или не была мария египетская могла умереть без причастие ноги умирали брали козлили не в причастие дело во христе православная вера она не евангельская и никогда не было евангельская на только в первые века это вера попов и монахов вот так они понимали привязать к себе без меня никуда я тебе не да причастие сдохнешь под забором собака на меня рот раскрыл сказано не судите не судите никого это не трожьте попов не задевайте а сам поедает пойдем друг другу из друг друга уничтожают и вот здесь что примирись с богом и вот этот баптист увидев православное евангелие журнал душа душа есть такой журнал вот я не знаю некоторые его может быть и не видели вот журнал душа тут не это может быть вот душа так выглядит и в нем сейчас я посмотрю сколько страниц вот 52 с корочками с корочками 52 страницы видимо 54 с корочками будет и главный редактор у них диакон олег рыжков такой гид у него с бородой мужественный но на днях позвонил наш один и говорит а чё же осипов то без бороды как он я думаю ему запретили журнал вот эти распространять метрополия здесь а вот молодость роковая пара это осипов здесь сидит как он за осипов стал ступаться да это борода да какое значение даже не ожидал мы за него молились а зале горышкова а почему а он уважаемый профессор алексей ильич осип про то есть явно дело система и при том его уважаю от уважаемого по слову божен говорит или нет если по порядку у осипова смотреть у него столько намешано всего столько он душ перепортил масон может быть высоких степеней семинарии близко не подпускали верующих а он профессором был ну явно дело на десятки раз уже про кгбизированный кгбшник даже ничего тут особенного да нет до православных а как по-другому лизоблюды вот душа журнал взял его и передал отцу то видео специально багажная касса где может любой подойти а афиша такая говорит я не видел вот как выяснилось отец был на четвертой стадии рака и он перед смертью очень изменился и священнику исповедовался и перед смертью он сказал что открыл то евангелие раз она православная и начал читать а сын-то баптист когда евангелие 1 и тоже везде они берут синодальное а потом уже и отстать от него не мог и перед смертью признался что когда ему и диагноз поставили что рак четвертость он хотел утопиться потому что очень боялся а в бога не верил но евангелие его спасло и после этого хоть недолго прожил но как ни странно без особых мучения просто угас как бы месяц прожил вот этот баптист написал письмо распечатал в конверт и прицепил к тому шкафу а на конверте просьба взять тому кто принес красное евангелие вот видите как вот евангелие просто она выходит евангелие раздаете какое благовестие так евангелие это большее благовестие чем апостол апостол поговорил и в дым растеялся и все ушел забыли половина а это остается написано сколько она стоила тогда по благословению патриарха кирилла идет красная четким шрифтом хорошая вот письмо большое очень с подробностями всякими я отвечаю нет этого мне мне достаточно что-то узнал я она хотела прислать я говорю не надо там даже про журнал душа есть и как отец дятя собаками травил еще раз хочу сказать журнал хороший много полезного но все подыгрывает вот и ил это неотъемлемая часть всего ислама пишет ну видно что система если бы он был не православный вот человек который писал то есть не позиционировал себя он бы смело сказал евангелие говорит вот так он не может этого сказать ему осипов надо защищать зачем защищать то если он неправильно поступает а он не может его сразу сожрут поэтому где дух господин там свобода здесь не дух господин а грамота даже мужество может быть все сожрут ты будешь заступать за дворки на за дворки на заступаешься я тебя буду рассматривать только как врага врага божия врага православия врага государства он все подгоняет тому чтобы рассорить людей он без духовной духа божия там нет близко даже еще миссионерские отделы эти придумали там нет ничего кроме обмана так там даже про журнал душа если как отец зятя собаками травил я отвечаю вот об этом в журнал душа и напиши обязательно и сразу же вот это выставлял ответы библия занятия сейчас ничего не могу времени нет но непосредственно в интернет на нашем форуме ничего не появилось сегодня все это день рождения был больше тысячи пришел поздравление видимо только с контакта 450 одноклассников даже не знаю фейсбуки то есть люди слушают смотрят вот и вот наш видеоканал вот он православный видеоканал и вот тут зашли вадим вата какой-то чем тут пишет вас вадим германия так вот теперь посмотрим что он пишет вадо вадим германия где узи древних вот сейчас мы посмотрим что он тут говорит вата на 42 минуте игнатия рассмешил насчет подражать павлу чтобы вадим выглядел как он городу прическу прическу придумал подражать это не значит что бороду носить не про это павел говорил ага он говорил про бритые подбородок не про это говорит это бритые но это ветхом завете было вот это тоже рыжов то как он говорит а по посту лучше ветхозаветние не были нет все до одного с бородами даже баптисты рисуют с бородами а новом завете жития святых посмотри иконы но нет ничего то есть это по стихии мира человек живет вот погибнет и так уверен человек не примет православие или друг ну тут это давнейшим уже точку 5 месяцев назад минут адвентист попадет в рай и свидетели его попадут но и игнатий тихонов свидетели его отрицают христа как бога они вообще не христиане а адвентисты принимают троицу да раньше не принимали да но слава богу приняли и говорить что адвентисты не спасутся думаете правильно это вне церкви нет спасения у адвентистов что душу не признают даже душу не признают ни мучений ну вот так дальше ладно закрываем это сегодня я не видел даже что тут написано в открытую считаю а то вы выбираете хорошая но матерки будут не от меня зависит мне тут выбирать некогда это что мр мир тут это накручено уже не верю заранее скажу не верю счастлив человек не будет накручивать фамилия напишет шершней в дупле напали на это на шершней я не верю что это верующая заходит один и тоже видимо накручивает чё он пишет мр то сейчас посмотрим что вот то леса жгет жгет то есть кто это с тобой то есть это один и тот же какой-нибудь саварбек ну ладно этого уберем пользователь ему не надо ничего 4900 роликов он на одном видит здесь шершни и на это вот то леса жжет мы в лесах да и в лесах и не бываем он не знает уже дальше выдохся вот игорь мороз вот теперь посмотрим опять фотография не своя но не игр же это мороз то тоже не верю он даже скажет хорошо а я уже думаю что-то он путает зачем он прятаться то вот словом сказать вчера тут илюша звать одного мальчика маленького привезли дети наши говорят а чё он прячется увидал нас и побежал за стол спрятался ну вот как мышонок и я увидел меня идет он с надежной россии он сразу бросился бежать и то есть это пакостный человек это уже как одержимый ведет себя бесовский дух в душе у ребенка он боится людей я подошел и чуть-чуть и боишься давай подошел вот качается бросил всю работу вчера и давай ему крапиву тут вырывать где ему играть качается на тарзанке вырвал обернулся его уже нет он не может он прячется сам от себя это пакость с ним не борются бля какого парня потеряли ну что такое бля ну понятно какими словами заменяет и вот зачем он нужен какого парня потеряли то есть он прыгал кричал капранов тут выворачивался вот игорь капранов там бесновался какого парня потеряли он стал верующим как говорит насколько верующим я не служу его но вижу что с папами уже связался евангельской веры не будет ты сам занимайся евангелием надежда тиши открыты не поставить это другой вопрос тогда не ставь ничего с тел кого она бежит я слушаю геннадий паста владимира головина антония надежда тиши отвечает ну и все хороших людей слушаешь геннадий паста особенно у него все это божественное ну и что о михаил домнич а тут что было а вот что было герман стервиков это владислав марущак он работает над этим ищет разы троцкий разрешил кадыров запретил а то что говорят рамзан кадыров запретил чечне аборты если это правда то почет ему и уважение он защитил от мучительной смерти не только миллионы чеченских детей но заступился из-за детей по всей россии почему да потому что он обличил всех глав субъектов российской федерации в том что массовое детоубийство во всех регионах на их совести их с большой буквы они до этого кивали на москву мол кремль разрешает детей убивать а мы что можем сделать а кадыров смог не дожидаясь когда разродится мерзкая государственная дума в москве правильно а тут герман стервиков правильно мерзкая дума это взяточники коррупционеры безбожники блудяги там я которых только знаю слышу где-то скользкие как обмылки кто теперь из трусливых губернаторов сможет сказать что запрет абортов на этой территории не в его власти то субъект и тот субъект вообще более популярный из субъектов глав субъектов российской федерации чем радзан кадыров этот смелый сильный семьянин какой он показывает не боится этих выродков которые людей убивают он против них восстает везде предлагаю так предлагаю называть честь кадырова и все его родни мосты улицы площади в москве петербурге и других городах нашей страны где-то убийц где все мы уже почти сто лет ходим по колено в детской крови своим запретом аборта в чечне когда я взял для защиты русских детей больше чем все правозащитники вместе взятые абсолютно правильно ну насчет улиц называть то это я не знаю про это будут против что скажет мусульманины не христианины взял много желаю рамзану ахматовичу обратить свой взор на новое беззаконие захлестывающие сегодня ошалевшую россии на узаконенное расчленение людей на органы для последующей продажи на нужды сатанинской медицины трансплантология родственная отрасль абортом заказчики те же исполнители те же система сбыта и финансирование та же минздрава российской федерации да трансплантология идет на смену абортом самые дорогие органы детские вообще я вам скажу что для меня как для христианина мусульманин кадыров ближе и понятнее чем многие русские губернаторы безбожники так и не посмевшие поднять свой голос защиту ежедневно убиваемых русских детей в тысячах страшных роддомов по всей россии слава иисусу христу не украине слова слава иисусу христу герман стервников руководитель фонда не убей уже фонд придумал и никаких фондов тут быть не может говорит правильно говорят за 120 это за 20 лет перестройка убита в россии было 120 миллионов государство рухнуло за кадырова молиться надо молиться чтоб стал христианином и я молюсь за него каждый день рамзана чтобы душа его не погибла хороший все а умрет без христа где он будет вечности вот об этом надо улиц и все это тщеславие если так и несоответствие действительности ну называете затевать тому знают а что в честь его надо чтобы то дело его звучало все правильно герман сказал здесь правильно хотя герман у меня для него название одно разрушитель православную веру все никого нет кроме него тут у меня много сказано михаил домнич вот что он пишет здесь утро доброе рпц отказались от участия во всеправославном заборе заборе в москве прошло экстренное заседание священного синода рпц по итогам которого было принято решение поддержать предложение антиохийской грузинской сербции болгарской православных церквей патриарху константинопольскому вархоломею перенести проведение всех православных насов перенести ну еще перенести то ничего это не значит все ты перенесешь все этого изменит а нет вот теперь у меня говорю теперь деньги снимают за 400 рублей в городе 450 день и ночь говори качай ничего не здесь еще не разговариваю теперь я последнего все скорее убрать я заканчиваю все скорее все закрывать выключить скорее вот скорее закрыть высчитывает иначе мне тогда не войти даже сюда вот так и что такое здесь не знаю как выключить завершение работы скорее все что так вот и все